Приветствую вас дорогие друзья, приветствую вас подписчики, с вами Михаил, я вот нахожусь там за камерой и если вы хотите видеть мое лицо, то можете перейти вот по этой ссылочке на мой второй канал, который называется Миша из Китая и собственно там я постоянно присутствую. Вот, а здесь у нас будет обзор основной камеры, точнее не обзор, а способы улучшения звука, так как камера сама по себе шикарная, это Sony AS50, но у нее есть один большой плюс и один большой минус, который я усовершенствовал. Плюс у нее в том, что она офигенно записывает звук. У меня есть микрофоны Rode, микрофон Zoom Recorder, ну по Zoom никаких вопросов нет, но вот рекордер, диктофон точнее Rode дает частенько искажение звука и при том, что Rode размером больше, чем вся вот эта камера, но вот эта камера дает шикарный звук через вот эти вот пять отверстий, которые у нее уже сделаны стандарты. Здесь у нее нет порта для того, чтобы подключать дополнительные микрофоны, но в принципе это и не надо, потому что при цене, за которую я покупал, а покупал я ее, не поверите, за 4000 рублей на сайте Taobao. Она там была слегка подержанная, но, ну как можете сами судить, она в идеале. Камера шикарная, вопросов никаких нет, но сегодня мы разговариваем с вами об улучшении звука, о самом простом девайсе, который можно сделать самому, имея две ровные руки. Вот, собственно, этот сам девайс. Для чего это надо? Да, так как камера сама по себе записывает звук шикарно, но на ветру сразу появляются помехи, пертяжи так называемые, ну и, собственно, что бывает, когда мы делаем вот так. Вот, чувствуете, вам не нравится, но и мне тоже не нравится. Вот такой вот звук был на этой камере, если снимать просто так, на ветру сразу полное «Ж». Как от этого избавиться? Заболтался. Это ее стандартный аквабокс. Здесь я привязал еще паракорд, для того, чтобы можно было одеть на руку, там, не знаю, едешь на байке, вот, я живу в жаре, поэтому езжу на байке и, соответственно, раз, если что, достал, поснимал, потом снова убрал. Стандартный аквабокс. Но сейчас он не работает как аквабокс, к сожалению, пришлось этим пожертвовать. Для чего? Для того, чтобы улучшить звук. А именно, вот здесь вот, нехитрым прибором, под названием «Сверло», сейчас, вот так вот, было проделано 5 отверстий. Это я все делал 1 января еще, вот так вот, но ведь 1 января получилось все это проделать очень ровно. И сюда, собственно, запиливается сама камера. Вот так вот, все это закрывается. До этого, до этого были у меня, так сказать, первые варианты устройства, я сюда приклеил поролон. Вот, но от звука он защищал плохо, видимо, потому что вот здесь вот, когда ветер касался отверстий, сразу появлялись шумы. И после этого появилась замечательная идея забрать поролон от микрофона Rode и приклеить его вот сюда. То есть вот эта вот подушка, которую вы видите, это поролон от микрофона. То есть акустический поролон, который надевается на микрофон. И после этого, вуаля, все стало просто шикарно. Сейчас на любом ветру, даже когда я еду на мопеде и записываю видео, видео получается с хорошим звуком. Так как звук проходит через поролон, ну и далее уже попадает через эти отверстия. Звук записывается, уверяю вас, просто шикарно. Вот так что всем советую. Технология элементарно простая. Пять отверстий. Ну, конечно, в идеале можно вот эти вот пять отверстий сделать таким образом, чтобы они попадали под вот эти вот отверстия. Но я не заморачивался, да и первый января еще был, просто насверлил вот здесь вот отверстие. И после этого на обычный суперклей приклеил сюда поролон. Вот, все приклеилось идеально. Можете смотреть сами. Сейчас у нас май месяц, то есть пять месяцев я юзаю вот эту камеру в таком вот виде, который я вам ее показываю. И все просто шикарно в плане звука. Во-вторых, еще что? Этот чехол позволяет нам обезопасить линзу от царапин. Вот это тоже очень хорошо, потому что линза это очень любит царапаться. Она мне уже поцарапалась. Опять же, это было 1 января в новогоднюю ночь. И я прям так с утреца решил заняться тюнингом видеокамеры. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Вот здесь подписывайтесь на канал. Если до сих пор не подписаны, видео у нас сейчас будут выходить чаще по разному видеооборудованию. Ну и прочей, прочей ерунде. Так что не забудьте подписаться. И можете так же посмотреть видео на моем втором канале. Ссылку я оставлю в описании. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok